какие-то такие свои собственные изыскания в плане там производства мицелия поиска интересная такая благодарная задача относительно чистоты культуры которая у вас будет расти что не не обязательно что та культура которая вы попробуете выращивать или то что вы плодовое тело где-то отсадили она будет сразу вас чисто может быть такое что параллельно с мицелиям на этой же чашки будет расти что-то другое какая-то инфекция которая была в процессе забора этого плодового там тела части или процессе там работы что-то попало туда но это нормальное явление это не нужно рассматривать как какое-то там такое случай это вполне такое что бывает вам просто нужно будет знать как вы выглядит мицелий полноценный грибов и если попала параллельно еще какой-то росту можно этот мицелий отобрать и перенести уже в чашку со стерильной питательной средой и постараться вырастить уже стерильные мицели если процессе этого пассажа снова появилось инфицирование то придется провести еще один пассаж пересем но приблизительно эта инфекция она вылезает уже на 3 4 день она даст о себе знать и таким вот образом производится очистка уже этой культуры до тех пор как она станет чистой это такой интернете бытует и у людей понимание к это чистая культура это что-то такое вроде как не знаю как они себе так смутно представляет что такое чистая культура я работаю уже на протяжении нескольких лет я работаю в основном два штамма это m5 p80 они два немножко отличаются друг от друга внешним видом значит м5 он хорошо урожай не из него идет он очень такой хрупкий нету ног но грибы сами красивенькие меленькие но растет растет их много p80 они более большие у них есть такая вот там ноги по его значит как больше такие вот как у м5 и сами сростки более такие крупные но по урожайности они у самих сростков будет немного меньше а по выходу если взять по весу то что мы собираем с одного блока то в среднем они одинаково выходят что тот что тот просто под разного потребителя есть два штамма с разными свойствами вот эти штаммы они не требуют стимуляции там плодоношения не нужно там каких-то еще сложностей потому что у меня были там например по 77 штамма он какой-то такой капризный то его как-то стимулировать нужно то запускать то он как-то сростки какие-то дает помещение непонятное когда на улицу его выносишь он хорошо растут грибы помещение начинает что-то творить непонятно какие-то губки в 1 нем растут они грибы ну и я от него лабораторных целях где-то хранится но я с ними работаю а вообще работаю с двумя этими штаммами и для того чтобы там отработать какой-то другой нужно время нужно опыт неизвестно что из этого получится я уже на том этапе когда мне там всякие эксперименты ну не интересно просто делать если речь идет о практичном выращивание какого-то объема грибов то есть проверенные отработанные способы и больше мне в принципе на этом этапе пока ну не интересно там заниматься каким-то мичуринством что-то культуры там баловаться там китайские тем более что я вам скажу что все вот эти они целы китайские черные и все остальное уже за пять лет это уже все пройдено давным-давно скажем так культура